Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филиппов. С вами доброе утро, друзья, еще раз. Да, доброе утро, приветствуем вас. Напомню, телефон 3850923, звонки, сообщения WhatsApp, плюс 7953-3850923. Сегодня у нас тема, Галя, у нас отмена в том, что касается туризма. И вот почему дело в том, что после трагических событий в Крыму, после терактов в Дагестане, ну, будем честны, многие... Многие туристы решили туда не ехать. Да, и были даже сообщения о том, что отменять будут, возвращать даже невозвратные билеты. Но вот как вообще все это происходит, что может быть поводом быть такой отмены, и как это провести, чтобы не потерять средства свои. Совершенно верно. Об этом мы сегодня поговорим с Натальей Абулиной, экспертом по туризму. Наталья Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Часто ли отмены бывают в туризме? Вот давайте с этого начнем. Да, давайте начнем. Ну, во-первых, начнем с того, что туризм жив. Что бы ни происходило, люди будут ехать, мчаться, лететь, отдыхать. И туризм уже перестал давно быть роскошью. Это уже стало такой жизненной необходимостью поменять обстановку, обнять море, схватить кусочки солнца и все, что с этим связано. Самые простые с точки зрения организации и с точки зрения, как это ни странно сейчас звучит, аннуляции, это, конечно, туры по территории Российской Федерации. Все возможно отменить, все возможно перенести. Со всеми можно договориться, если вы будете соблюдать некоторые правила. Правило первое. Не покупайте самые дешевые авиабилеты. Они, как правило, в договоре прописаны, невозвратные, нельзя обменять, они без багажа. В общем, там много нет. Ну да, они дешевые. Вот их трудно сдать, обменять и перенести. Самый яркий пример, у нас же все впечатляется, тогда, когда это вот прямо на цифрах. Я получила приглашение посетить ледокол Владимир Ильич Ленин в Мурманске, который 25 июля, да, да, у меня будет информационный, рекламно-информационный тур, я лечу в Мурманск. И, как вы понимаете, начала брать авиабилеты. Так вот, невозвратный билет без багажа, ну, с ручной кладью 10 килограмм, стоит 33 тысячи. Так. И прочитала внимательно, нельзя не отменить, не перенести, не сдать. Ну, вот такие условия, 33. А билет с багажом, тот же самый рейс, все то же самое, 46. Как вы думаете, какой я взяла билет? Где можно откатить. Конечно. Но разница существенная. Особенно если, ребята, люди, там, мама, папа, двое детей. Вот давайте представим, 10 тысяч разница в стоимости, минуточку 40 тысяч. За эти деньги семья из четверых человек может в том же Крыму и в Дагестане отдохнуть неделю. Ну да. Поэтому вот есть определенные ограничения вашей свободы, когда вы берете вот эти самые билеты. Еще так себе, если вы их берете на завтра-послезавтра. Но опасно их брать по раннему бронированию. Вот сейчас самые дешевые билеты брать на август, ну, наверное, стоит подумать. Понятно. Особенно если это касается не командировки, не каких-то деловых встреч, ну, то есть что можно перенести, сделать там, даже если вы заболели. Ведь самое распространенное – это все-таки не терактор. Ведь самое распространенное – это заболел и не отпустились с работы. Вот если провести опрос наших слушателей, очень интересно, если кто нас слушает, напишите, вот по какой причине может сорваться ваш отпуск. Это если вот что-то в жизни происходит именно в вашей жизни, да. Очень интересно, я вам говорю, на первом месте были не отпустились с работы, на втором заболел. Или наоборот. А вот тот вопрос, который мы решили сегодня с вами обсудить с слушателями, у меня отмена. И отмена не по причине ваших. Нет, мы как раз таки, Наталья Владимировна, мы хотим как раз таки весь спектр отмен обсудить. Да, да. Все причины и что с этим делать, конечно же. И что с этим делать? Никто не знает, что с этим делать, потому что официально никакого письма Министерства Минэкономразвития, Министерства по туризму, каких-то правящих и управляющих организаций мы не получали. Никаких отмены рейсов, авиаперелетов, брони в гостиницах, ни из Крыма, ни из Дагестана, ни последовательно. Никаких ограничений, прав, свободы и перемещения нет. Если вы можете сдать билеты, если вы можете, железнодорожные билеты можно сдать всегда. Если вы путешествуете на автомобилях, вы всегда можете сдвинуть дату и, в принципе, попытаться договориться. Все понимают и все идут навстречу. Но вот в данном конкретном случае никаких отмен рейсов не было. Если вы испугались за свою жизнь, за жизнь своих детей, если у вас просто какая-то предосторожность, вы просто не летите, вы просто теряете деньги и пишите на возврат проживания в гостиницах Крыма, Дагестана, Севастополя и других городов. На территории Российской Федерации действует закон о защите прав потребителей. Это раз. И деньги вам вернут за проживание, если услуга не оказана. А вот с точки зрения авиаперелета там немножко другая. Там не действует закон о защите прав потребителей. Странно, почему это так? Еще более строгий документ, международный документ, который соблюдает, и он главнее для авиакомпании. Вот вы знаете, иногда бывают отмены рейса на 11 часов, переносы рейса. И аргумент всегда один. Во всех судах мира аргумент один. Капитан корабля принял решение для безопасности туристов, пассажиров не выполнять этот рейс. Точно. И дальше идет судебное разбирательство, прав он был или не прав, но это в рамках воздушного кодекса. Самая главная красная линия этого воздушного... Если в защите прав потребителей красная линия клиент всегда прав, то в воздушном кодексе красная линия – это безопасность туристов. Пассажиров. Да. И то, что касается действий или антидействий, или покупки, или отмены на территории Российской Федерации, все достаточно просто. Если услуга не оказана, деньги должны быть возвращены. А кем? Вот, подожди. Самый главный вопрос еще, кем возвращены? Ну, куда вы их платили? А вот давайте представь, да. Да, давайте цепочку всю эту пройдем. Например, вы купили Венита Тревел, купили путевку в Дагестан. Вы муж, бабушка и два внука. И вот происходит что-то, что вас напугало, остановило, и вы не летите. Первое. Мы смотрим, какой вы купили авиабилет. А вы купили у меня пакет. Вы купили у нас пакет, в нем было пять авиабилетов и неделя проживания в каком-нибудь... Ну, в какой-нибудь гостинице три звезды. Все это происходит, значит, на территории Российской Федерации. Рейс улетел. Это вы испугались, рейс улетел. И мы начинаем разбираться, это был чартерный рейс или это был регулярный рейс. Если это был регулярный рейс, и у вас куплены билеты по возвратному тарифу, вы подаете заявление о возврате средств, или вам будет предложено перенос на другие даты, но билеты возвратные. Да, какое-то удержание у франшизы будут, какие-то штрафы. Все зависит от того, у вас за час до вылета это произошло, или за двое суток. За 24 часа можно все поменять. Гораздо интереснее ситуация, если вы... Мы купили вам билеты на чартерный рейс. Когда туристы летят пакетным туром, там нет разделения авиабилет, проживание, питание. То есть вы купили пакет. Купили у компании Elite Travel. Мы несем перед вами ответственность за то, чтобы вернуть вам эти деньги. Когда у нас с вами конфликт, это одно правовое поле. Когда конфликт между мной и туроператором, или авиакомпанией, которая этот пакет сформировала, это уже арбитражные вот эти вот все дела. И в принципе деньги вам должна вернуть я. Но деньги вы заплатили мне, деньги должна вернуть я. Но у меня этих денег нет, и я вам это докажу. Вы мне заплатили, через час деньги я распасывала между авиакомпаниями и туроператорами. Да, долгий процесс, да, небыстрый, да, ожидать того, что вот в такой стрессовой ситуации, в которой все, а я не буду скрывать, у меня прям ступор был, когда я услышала эту новость. Не ждите быстрого ответа, не топайте ногами, подождите, когда это все уляжется и сформируется. Но в принципе все зависит от того, какие договора вы подписали. Первое, читайте какие там билеты. Второе, читайте условия аннуляции тура и причину. Ну я там, конечно, не призываю попадать в больницу и приносить справку о госпитализации. Там тоже такие моменты есть. Но вот в случае курс-мажора очень важно, чтобы эти рейсы были либо отменены, либо было рекомендательное письмо Минэкономразвития Министерства по туризму, где написано, что россиянам не рекомендовано к посещению данной регионы до 1 августа. Наталья Владимировна, смотрите, у нас есть сообщение. Доброе утро. Невозвратные билеты спокойно возвращаются в случае заболевания, при этом прикладываете соответствующие справки, документы из медучреждения. Например, родственница по болезни сдала невозвратный билет на поезд в кассу. Удержали всего небольшую сумму. На самолет такая же история, примеры есть. С уважением, Павел. Отличный комментарий, Павел, только это сегодня не в нашу тему. Сегодня тема, как сдавать эти билеты, если у вас нет медицинской справки. У нас не звучало сегодня, что вы заболели. Я думаю, что мы весь спектр, так сказать, обсудим. Никаких вопросов, справка из травмы или справка из госпитализации вашей, на кого выписан билет, 100% возврата с небольшим удержанием. Это справка, это документ, это все есть. Мы же тем это сегодня все-таки заявили, что делать, если вы можете лететь, но у вас случился какой-то испуг, ограничения и все остальное. Ну вот смотрите, насчет ограничений, все-таки хочу еще одну недавнюю историю вспомнить. Это потопы в Дубае. У меня есть знакомая, семья из пяти человек, которые купили туда, собственно говоря, путевку и не смогли вылететь, потому что все отменилось. Что происходит в таких ситуациях? Ну вот там место... Вот тут все гораздо сложнее. Потоп. Вышла из строя гостиница. Значит, смыла часть пляжа. И все это происходит не на территории Российской Федерации. Вот здесь, честно, гораздо все сложнее. Получить документы о фактически понесенных затратах Эмиратами. Сколько убытков причинено тому или иному моллу или той или иной гостинице. И как влияет то, что у соседней гостиницы сорвало крышу. Вот у нас был такой случай. То есть вот тот знаменитый видеорепортаж, где вот на глазах у туристов, они стоят у окна и у них срывают у соседнего отеля крышу. А они в этом отеле. И они такие, срочно нас эвакуируйте. Нам было страшно, у соседнего отеля слетела крыша. И вот как действовать вот в этой ситуации? Какое отношение тот отель имеет к вашему отелю? Почему мы должны вернуть деньги и вернуть вас на родину? Кто заплатит за эти билеты? Вот в таких случаях все зависит от принятия вами решения о дальнейшем пребывании или наоборот непребывании. Не переносить билеты, не быстро что-то делать вот в этой ситуации практически невозможно. Даже дозвониться невозможно, даже электронная почта дает перебои. И вот в этой ситуации очень часто людям приходится самим принимать какие-то экстренные решения. Очень часто оказывается, что оно не всегда правильно. Ну, например, начинается ураган, люди прыгают в самолет, берут пять билетов там по 50 тысяч, приезжают на родину и выкатывают нам счет на 250 тысяч. Типа оплатите эти новые билеты, перенесите деньги оттуда вот сюда и вот все в таком духе. Туда улетали flight Dubai, обратно вернулись через Москву Emirates. Вопрос, мы тут при чем? Ну да. Да, эмоции. Эмоции очень часто преобладают. И очень важно, чтобы в эту ситуацию рядом с вами был человек, вот в нашем случае это турагент. И в штате компании есть внештатные психологи, которые вот в этот момент начинают связываться. Да, они нештатные, мы работаем с ними по договору, они начинают связываться с родственниками. Ну, давайте вот пример далеко ходить не будем. Молодая семья, мама, папа и трехлетний ребенок улетели в Таиланд. Отдыхать в Таиланд, да, купили у нас путевку. И вот звонит мама главы семейства и говорит, они не выходят на связь. Мы, значит, начинаем звонить и писать, они выходят на связь. Говорим, а что же вы не сказали маме? Они сказали маме, что они уехали в Краснодарский край к родственникам друзьям, а сами умотали в Таиланд. Что такое происходит внутри этой семьи? Почему мама не общается с сыном, и сын решил из нее это скрыть? Я не могу вам объяснить, но заложниками ситуации явилась я, когда звонит с одной стороны ревущая, значит, мать. Я понимаю, что это был какой-то конфликт. Если честно, это что-то на уровне семейного, какого-то бытового конфликта. Одни хлопнули двери и умотали в Таиланд. Вторая, значит, не может до них дозвониться, переживает за них и за внучку. Ну, вот представляете, вот при чем этот родитель? Ну да. Нет, это не фантастика. Вы знаете, это слово «люди, давайте общаться, давайте говорить, все решаемо». То есть маму тут мог Кондратьев хватить, с ребятами там все что угодно могло произойти. Ну, людьми будьте. Вот как это влияет на туризм? Вот как это влияет на мой бизнес? Да никак. Меня выхлестнуло на целый день, пока мы не нашли этих детей, пока мы с ними не связались, пока мы не нашли представителя компании. Ну, согласитесь. А что, если бы они полетели дикарем? Ну, вот представьте ситуацию, никто не знает, в каком они отеле, по секрету всему свету, видосики не выкладывают, соцсети не входят. Вот как быть и в этой ситуации? Вот для этой матери это форс-мажор. Я не призываю всех наших слушателей оформлять свои туры, особенно в Крым и Дагестан, через туристические компании, ведь это еще и увлечение, ну, увлеченное мероприятие. То есть очень многие люди походы в Крым составляют, там какие-то... Альпинистов туда много ездят. Да, да, альпинизм, походы, сплавы, сплавы. В общем, относиться ко всем вот этим планируемым поездкам внимательно, все просчитывать, все делать и на всякий случай. Вот обратите внимание, любой договор на оказание услуг с туристической компанией, знаешь, с химчисткой, это, конечно, смешное сравнение, то там всегда есть пункт, да, да, случаи отмены поездки, форс-мажор. Какие случаи попадают, как действовать в этой ситуации? Вы думаете, кто-нибудь до конца дочитывает? Нет. У меня приятель один в свои договоры, вот где кусочек про форс-мажор, иногда вставляет, ну, там, понятно, после ковидов начали вставлять по поводу заболевания, он туда еще вставляет нашествие орков, зомби. Потому что почему нет, да? Да, ну, то есть там как бы... А никто не читает. Никто не читает, никто не читает, да. Да, да, да. Я тоже слышала такое, я даже читала, мне показалось, что это такая, знаете, шутка-розыгрыш к первому апреля, но это был февраль. Но реально одна из туристических компаний в Москве, она как бы вот, типа, москвичи вообще ничего не читают, типа, москвичи все безграмотные, все уверенные, что лучше заплатить адвокату, и он потом всех засудит, пересудит, чем дочитать договор до конца. Сейчас договор в туристической компании, утвержденный Роспотребнадзором, состоит из 18 страниц. Из 18 страниц. Редкая птица долетит до середины Днепра и дочитает договор до конца. Ну, извините, рекомендованный документ Роспотребнадзором. Проверенный, выверенный, прописано все, абсолютно все. Только читатель начинает, когда что закончится. С вашего позволения, хотел бы вернуться к дубайской ситуации. Она, на самом деле, это просто одна из ситуаций, которая периодически возникает. Некое стихийное бедствие на месте прибытия. Смотрите, насколько я понимаю, ну вот, как вся цепочка выглядит. Покупаются до этого билеты, покупаются, ну там, допустим, чартальный рейс, оплачивается гостиница, оплачиваются какие-то еще там услуги. И вот на месте что-то случается. А какова цепочка вот всего этого отката? То есть я так понимаю, что ведь, ну там, туристическая компания, наверное, рискует своими деньгами. А если это частный турист, если человек сам оплатил все это? Вот как здесь происходит? То есть причем та сторона просто не принимает. У них потоп, они не могут даже самолет посадить. Что происходит в такой ситуации? Честно? Да. Не знаю. Каждая такая ситуация, она настолько индивидуальна. То есть если там есть вот у этих туристов дети, то первое, что вы должны сделать, вы должны поставить в известность МИД Российской Федерации. Не-не-не, мы еще обсуждаем ситуацию до того, как все уехали. Мы еще не выехали? Мы еще не выехали. А, мы еще не выехали. А, мы еще не выехали. А, я думала, мы прилетели, а там не принимают. Так, мы еще не выехали. А вот тут тоже не знаю. Тут каждый принимает для себя. Я знаю людей, которые настолько отчаянные, они настолько ждут какого-нибудь форс-мажора, чтобы купить билеты за 6 тысяч рублей и умотать в один конец. Помните, лирическое отступление небольшое. В Таиланде периодически случаются госперевороты. Ну, то есть там король сидит, никуда не девается, а там правительство меняется. И как бы всех туристов всего мира это останавливает от поездок. Но... Например, кроме наших. Да? Есть такое? Да. Есть. Отличный пример. Кроме наших, они сидят на чемоданах и караулем, когда же там очередная розовая революция. Вы знаете, такое же самое нам рассказывали в Киргизии. Мы едем в горах, и нам гид рассказывает. Говорит, а вы знаете, когда у нас всплеск туризма? Я говорю, конечно, знаю. В мае и осень. И она говорит, нет, это у вас плановая экономика. А у нас вот какого-то назревает какой-нибудь... У них каждые 5 лет розовая революция. Они настолько к этому привыкли за последние 20 лет, что это никого не пугает. И люди сидят и ждут, когда же там очередная неразбериха, упадут цены, мы поедем в горы, и трава не расти. Давайте вернемся к тем, да, у кого все-таки заранее, может быть, по раннему бронированию куплены дорогие, хорошие, долгожданные туры. И еще в вашей команде есть, например, ребенок. И вы не через турфирму, вы дикарем. Вот в этой ситуации вы и только вы ответственны за свою судьбу. Вам нужно будет доказать и вообще кому-то, и как-то сдать эти билеты. То есть вы можете не дозвониться до Аэрофлота, вы можете не дозвониться до FlyDubai, а можете дозвониться, и они вдруг разговаривают с вами на арабском языке, там это все видно. То есть попробуйте поговорить с турагентством или с туроператором, у которого договор на тысячу кресел в неделю. Попробуйте не взять трубку и не договориться. Ну, там совсем другие речи. А вы просто решили спросить, а рейс состоится или рейс полетит. К этому нужно быть готовым. Дальше то же самое. Вы пишете в гостиницу, мы у вас забронировали, вот подтверждение, вот с киргизской карты вам все перевели. И вдруг вы получаете письмо, слушайте, а вы гражданин России, откуда у вас киргизская карта? Просто тянут время. Вы начинаете переписывать и нервничать. Все законно, все реально. Ну, вот очень сложная ситуация по вот такой отмене. То есть если вышла нота МИДа, кстати, про заграничку, отменяются рейсы, возвращаются все деньги, если выходит нота МИДа. С одним предложением. Гражданам Российской Федерации не рекомендовано посещать данный курорт или данную страну. Тогда отменяются все рейсы, только вывозные ставятся. То есть у нас уже много было таких случаев. Туристов начинают вывозить. Оттуда, кстати, из Дубая было то же самое. Вы же помните, что рейсы из Египта с Курцией развернули только, чтобы они вывозили туристов. Поэтому если это все официально сделано в больших масштабах с соответственностью турагента, турагентства, туроператора, значительно проще это все откатить. Если вдруг по каким-то причинам вы финансово сильно ограничены или наоборот не ограничены, вам ужасно нравится вот этот драйв в выборе, в ночных ловлях билета и всего остального, правда, ребята, не знаю, где и с кем потом и как, по какому договору. А если вы еще договор не подписали? Ну, там же у любого авиабилета международного в конце также нужно на английском языке дочитать до конца договор и нажать кнопку «Я согласен», и договор считается подписанным. Вот что написано в этом договоре, какие часы аннуляции, кого нужно в этом случае уведомить и что с этим делать, это каждый индивидуальный случай, ну, вот он ваш и никак... Неповторимый. Да, можно проконсультироваться у юристов, можно там приехать в Тольцово, прийти в представительство авиакомпании, там «Флай Дубай», задать эти все вопросы, но это вам все придется делать самим. Слушайте, а вот у вас та самая... Не дай бог, чтобы она случалась в ваших путешествиях. Да, та самая нота МИДа, которую вы упомянули, а куда ее, простите, девать? Вот она есть, вот в электронном виде, например. Что они с ней делали? Все о ней написали в средствах массовой информации, прислушиваются. Сидите, никуда не летите и ждете, когда просто вот эта операция или какое-то действие, или какие-то цунами, они просто закончат, а после этого начинаете отматывать обратно вот в таком же порядке, писать в авиакомпанию письмо, прикладывать ноту МИДа и говорить, вот отмена рейса, и получать от них ответ. Писать в отель, в отельную базу, говорить, да, мы приняли решение не вылетать на основании вот этого документа. Так просто самолеты, если вышла нота МИДа, самолеты просто не взлетят в него. Вы можете приехать в аэропорт, никто никуда не полетит. Вам, раз авиакомпании не выполняют рейс, вам предоставят на сутки проживания гостиницу, и дальше вы принимаете решение. У нас есть отчаянные, которые, например, знаете, самолет не летит, они такие, о, поедем поездом. Они приезжают, а нота МИДа тоже там, поезд тоже не едет, или едет, и билеты им не продают. Они такие, у нас хороший новый джип, поедем на машине. Вот такое подобное было несколько лет назад, когда, помните, в Сочи, вот в этом большом Сочи, в районе Варданэлоу, сошел поток селеной и размыло железную дорогу. Да, помню. И, соответственно, туристы побежали все в аэропорт, ну, как-то же выбираться надо, и кто-то успел купить билеты, дальше аэропортный резиновый билетов нет, и народ стал без ума и памяти брать в аренду автомобили, старые, новые, за деньги, кошеринг и все остальное, и организовали на этой же самой дороге, только на 800 метров выше, в горах, организовали такую же, ну, то есть все, что сошло вниз, перебило железнодорожное сообщение, так они взяли детей и машины и поехали вверх туда, откуда это сошло. И их оттуда еще и начали эвакуировать. Ну, представляете, я за голову, я за включение головы нашими туристами, и что бы ни происходило, в конце концов, это всего-навсего деньги, очень жаль, если это ваши последние деньги, тогда зачем вы так рискуете и пускаетесь в автономное путешествие, а если это не последние ваши деньги, то все можно решить, вернуть долго, затяжно, перепиской, но в первую очередь разум, здоровье, эмоции, которые нужно иногда сдерживать, и пусть у всех случится хороший, радостный, эмоциональный отпуск этим летом. Вот на этой ноте, да, спасибо вам огромное. Наталья Абурина, эксперт по туризму, с нами сегодня. Пусть не случится отмен. Да, Павел Филиппов, Сарь Цариков, всем хорошего рабочего дня, ну, работай дальше, а отпуск подождет немножечко. Сарьков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Комсомольская правда.